Представьте, идете вы по улице, идете, идете, как раз, незнакомый человек, вы на него посмотрели, и вот о чем сразу вы подумали? Вы сразу решили, что это может быть хороший человек или плохой, или вы на что-то обратите внимание? Внешний вид, наверное. На внешность обратили внимание? Правильно? А все на внешность сначала смотрят? Чувство вкуса должно прививаться ребятку в раннем детстве. Человек, чувствующий красоту, всегда будет иметь позитивные и чистые мысли. Безусловно, чтобы малыш обладал чувством стиля, ему необходим непосредственный пример. Как правило, таким примером становится мама, и ребенок всячески старается хоть немного быть похожим на нее. А кто научит ребенка понимать красоту, если он сирота и живет в детском доме? Там никто не объясняет ребятам, как одеваться, ухаживать за волосами, не прививает чувства вкуса. Отсюда тонны косметики на лице и неухоженные волосы. Дети думают, что это норма. В приютах нет парикмахеров и парикмахерских. Там вообще нет такой статьи расходов. До сих пор решались вопросы очень просто. Если умеет воспитатель стричь, он стрижет в свое свободное время, по своей доброй воле. Не умеет, стрибут машинкой и на этом как бы все. Давай, смотри, давай сделаем так. Мы сделаем так, как ты хочешь сначала, да, я тебе оставляю вот здесь вот всю эту гриву твою, да, здесь все взбреваем, да, то есть под машинку. Если тебе не нравится, я потом это все убираю и мы оставляем вот здесь волосы тебе только и все. Понятно? Пойдет? Мы будем экспериментировать с тобой. Идею открыть специализированный парикмахерский кабинет в одном из приютов города давно вынашивали в Самарском департаменте опеки. И вот, наконец, она реализована. Парикмахерскую открыли в отделении социальной адаптации и профориентации «Сердце Ровесник». Для этих ребят, во-первых, самое главное, чтобы, выйдя из социального учреждения, они понимали, чем они будут заниматься в жизни потом. Потому что мы ведь немало с вами знаем примеров, когда, оказавшись в большой жизни, эти ребята полностью растеряны, не понимают, чем им заняться, что им будет, какое ремесло будет по душе. И поэтому, я думаю, наверное, самое главное – научить их жить в большой жизни. Там, где не будет воспитателей, там, где не будет людей, которые будут каждый шаг первый контролировать, второй планировать и так далее, и так далее. И я думаю, для них это самое главное. Директор «Ровесника» Татьяна Демина говорит, что сбылась ее давнишняя мечта. Во-первых, ребята теперь будут всегда красиво подстрижены, профессиональные парикмахеры станут приезжать в приют и проводить мастер-классы, кто-то из детей сможет в будущем применить эти навыки для своей семьи или даже заработать на кусок хлеба. Но и это еще не все. Волонтерская работа открывает для воспитанников очень важные двери. Все те люди, которые приходят, и получается так, что они обучают не только профессиональным навыкам, но становятся друзьями для наших детей. И делятся своим жизненным опытом. И, конечно, наши дети приобретают тот позитив, тот положительный опыт, который у них в жизни мало у кого было. Так, Настя, рассказывай, что ты хочешь еще раз. Лесенку от лица. На лицо лесенку оформляем, правильно? Длину на сколько убираем? Просто кончики подравниваем. Немножко подравниваем кончики. И делаем прямую челочку по бровке. Валя Габечья в прошлом тоже воспитанница детского дома. В ее время там не проводилось вообще никакой профориентации. Она признается, что ребенку очень трудно определиться с выбором жизненного пути. Детдомовцы, как правило, идут учиться туда, куда их отправят в соцпедагоги. Валя с радостью согласилась посотрудничать с новой парикмахерской. Я сама воспитанница бывшего детского дома, поэтому, конечно, помочь мне всегда приятно. И как-то в наше время не было такой возможности, чтобы кто-то пришел, помог, чему-то научил, подсказал. А я с удовольствием готова в этом поучаствовать. Прослышав, что можно сделать модную стрижку, у дверей тут же выстроилась очередь. Мальчишки насмотрелись журналов и хотели непременно прически, как у знаменитых футболистов. Я сам закатил. Зачем? Чтобы красивым быть. А красивым быть это важно? Да. А почему? Потому что. Ну, а если не красивым, разве плохо? Да, плохо. Почему? Все-таки красивым лучше, да? Здорово, что открыли парикмахерскую область. А что хорошего-то? Ну, что у нас новый парикмахер, вот это, там своя машинка, вот это все. А ты сам не думал, может быть, вот мальчики же тоже иногда бывают парикмахерами? Ну, я думал. Уж учиться? Не знаю. Еще подумаешь, решишь, да, хочешь или нет. Единственными помощниками ровесников в реализации этой идеи оказались волонтеры Домика детства. Ребятам удалось найти спонсоров и, соответственно, деньги. Но закупкой оборудования и поисками парикмахеров пришлось заниматься самим. Пришлось полностью погрузиться в мир парикмахерского искусства, изучить все возможные виды мебели парикмахерской, туча вариантов ножниц, узнать, что, оказывается, машинки бывают столько разных типов, что никогда не представить. И вплоть до закупки красок и растворителей, конечно, это было интересно. Не всегда легко, но, к счастью, среди нас были волонтеры, профессиональные парикмахеры, которые нам помогли успешно погрузиться в этот мир. Я надеюсь, что мы точно так же успешно передадим эти полученные знания ребятам. Медленно и со скрипом, но закостенелая система сиротского воспитания в России начинает меняться. Даст Бог, выпускники детских домов станут более подготовленными к жизни. В ровеснике лелеют смелые планы. Надеются открыть кулинарную школу, слесарные мастерские и много чего еще. Приезжать на обучение смогут дети из других сиротских учреждений. Нужны, конечно, деньги, но главное – нужны люди, открытые, с искренними намерениями. Ну, она такая эмоциональная девочка. Она и улыбается, и огукает с нами, разговаривает, особенно, когда кормим ее. Она любит покушать. От таких детей, как Оля, матери часто отказываются еще в роддоме. Не каждая готова полюбить своего ребенка таким, какой он есть. А в доме ребенка Олечку любят и считают очень милой. Оля любит яркие игрушки. Взрослые учат ее катать мячик. Потихоньку девочку ставят в ходунки, но этот вид движения у нее пока еще не получается. Но получается многое другое. И головку она хорошо держит, и с животика на спинку переворачиваться начала. Ну, вообще такая компанейская девочка. Любит, когда детки с ней болтают. Ну, как они болтают? Огукают. Малышка очень любит, когда ее берут на ручки. Вот тут она сидит совершенно тихо. Даже забывает о том, что можно произносить какие-то звуки. 30 лет. Наша елочка. А дядя пришел и спинел. Все ветки. Синдром Дауна – это генетическое нарушение, и называть его заболеванием неправильно. Люди с синдромом Дауна не больные. Это некий набор признаков, которые присутствуют у человека. Такие дети во всех отношениях особые. И одна из главных особенностей – невообразимая потребность в любви, которую им могут дать только родные люди. Без семьи приходится очень тяжело. Ну, она будет одеваться, есть сама будет ложечкой. И помогать по дому будет. Они доуне-то очень активны. Берут тряпочку, пыль вытирают. И со стола вытрут, и посудку могут убрать. Все. Они во всем помогают. Еще такую радость приносят они. От них набираешься вот ласки такой, внимания, что ребенок на тебя обращает внимание, любит тебя. И так радостно он в душе. Не надо бояться доуне-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова